Здравствуйте, уважаемые любители шахматы! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк. И в этом видео поговорим о творчестве неповторимого Пола Морфи. Американский шахматист середины 19 века. Пол Морфи родился 22 июня 1837 года в Новом Орлеане. Научился играть в шахматы, просто наблюдая за игрой. Яркой кометы пролетел по шахматному небосклону, оставив неизгладимый след, но очень быстро погаснув. Ведь шахматная карьера американского бундеркинда продолжалась менее двух лет. С первого американского шахматного конгресса в октябре 1857 года по его возвращению из Европы в мае 1859 года. За эти два года Пол Морфи оставил сильное впечатление о своей игре. Вот что много лет спустя писал о творчестве американского шахматиста шестой чемпион мира по шахматам Михаил Моисеевич Ботвинник. До сих пор Морфи является непревзойденным мастером открытых игр. Насколько велико его значение видно из того, что ничего существенно нового после Морфи в этой области создано не было. Каждый шахматист от начинающего до мастер должен в своей практике снова и снова возвращаться к творчеству гениального американца. Ну что же, давайте знакомиться с творчеством Пола Морфи. Первый пример нашей подборки – финальная встреча 1857 года первого шахматного конгресса в Нью-Йорке между Полом Морфи и Луи Паульсоном. Пол Морфи уверенно обыграл Луи Паульсона, выиграв пять партий, потерпев одно поражение и сделав две ничьи. Смотрим самую яркую победу Пола Морфи в этом матче. Ход черных. Как бы вы сыграли? Белые только что сыграли ферзь А6, предлагая размен ферзей, надеясь, что ферзь Д3 уйдет. Наконец-то слон с Ц1 почувствует свободу, сыграв Д4. Ферзь Д3 ушел, но не совсем туда, куда предполагали белые. В этой позиции последовала феноменальная жертва. Ферзь бьет Ф3. В шахматах ферзь очень сильная фигура, но порой гораздо важнее добраться до короля соперника. Итак, смотрим в чем же замысел Пола Морфи. Ферзь бьет Ф3, ЖФ. Скрылась линия Ж, на которую сразу перемещается черная ладья, давая шаг королю. Король Х1 и подключается в атаку слон. Смотрите, как замечательно все фигуры, их всего 4 фигуры черных, на доске принимают участие в атаке, в то время как на защите белого короля пока находится лишь одна ладья. А вот эти три фигуры так и остаются свидетелями этой страшной атаки. Что делать? Угрожает слон Ж2 шах и слон Ф3 мат. В случае ладья Ж1 последует ладья бьет Ж1, король бьет Ж1, ладья Е1 шах. В случае ферзь Д3, создавая давление на пункт Ж6, следует красивый, спокойный ход Ф5, перекрывающий атаку ферзя. И вновь угроза слон Ж2, слона Ф3 очень неприятно. В партии белые открыли дорогу своему королю, сыграв ладья Д1, с тем, чтобы после слон Ж2, король Ж1, слон бьет Ф3 шах, иметь ход король Ф1. Здесь Пол Морфи мог красиво замотовать своего соперника, например, ходом ладья Ж2, создавая страшную угрозу ладья Х2. Ну и конечно ладья Ф2 тоже имеет место быть. После Д4, например, следует ладья Х2 и от хода ладья Х1 защиты нет. Если белые попробуют подвести ферзя к защите, оказывается, что уже слишком поздно. Следует ладья Ф2 шах, король Ж1, ладья Ж2 шах и следующим ходом вне зависимости от того, куда пойдет король белых, ладья Ж1 мат. В этой позиции можно найти много симпатичных матовых схем. Пол Морфи сыграл более прозаично, слон Ж2 шах, король Ж1 и здесь сделал ход слон Х3. Он мог пойти слон Е4 с идеей на король Ф1 сыграть слон Ф5, создавая матовую угрозу на поле Х3. И черные вновь матуют очень красиво белого короля. Но в партии было слон Х3, король Х1 к слону Ф2. Это позволило Луи Паульсону перейти в веншпиль, отдав ферзя. Вроде бы одинаковое количество фигур, но слабость короля сказывается и веншпиле. Ладья Е2, ладья врывается на обжорный ряд, так и не давая пешке Д пойти вперед. Ладья А1, ладья А6, Д4. Наконец-то на 28-м ходу этой партии слон белых вступает в игру. К сожалению, поздно. Слон Е3 и после слон бьет Е3. В партии бы последовала ладья Х2, король Ж1, ладья Е2 мат. Поэтому Луи Паульсон сдался, а мы переходим ко второй партии нашего видео. В декабре 1858 года в Париже Пол Морфи сыграл матч с Адольфом Андерсоном, питавшимся одним из сильнейших шахматистов Европы того времени. Адольф Андерсон, автор бессмертной и вечно зеленой партии. Но Пол Морфи одержал убедительную победу, выиграв 7 партий, сыграв ничью 2 и проиграв 2. Наш следующий пример из этого матча в этой партии был разыгран столь любимый Полом Морфи королевский гамбит. Ход белых, как бы вы продолжили. Уверена, у Пола Морфи сомнений о том, как продолжать в этой позиции не было. Конь бьет Ж5. Жертва коня. Вновь, чтобы добраться до короля соперника. Приходится бить на Ж5. Ферзь Ж5. Следует слон Ф7 шах. Король Д8. Слон бьет Ф4. И оказывается, что жертва коня на самом деле была временная. Давайте немножко отмотаем назад и разберемся, что было бы, если черные попытались защитить коня на Ж8. Тогда последовало бы слон Ф4. И на отступление ферзя вновь выясняется, что коня брать нельзя, так как ладья подключается к игре. И здесь любой скрытый шаг, слон Д6 или слон Ж5, приводит к победе белых. Поэтому черные попытались убежать королем от опасной линии Ф. Но последовал слон Ф4. Ферзь Е7, слон Ж8. И черные остались у разбитого корыта. Фигур поровну. Король не обеспечен. А пешек у белых больше. Странно. Ведь это они играли королевский гамбит. Слон Ж4. Конь Д2. Король Д7. Попытка как-то закончить развитие скоординировать свои фигуры. Но она не приводит ни к чему хорошему. Слон Д5. Конь Д8. Слон ГБ7. Выясняется, что грозит очень неприятный шаг на А4. Конь Б7. Ферзь Б7. А5. Слон Д6. Приятная маленькая тактика. Конечно, здесь сильно было и конь С4, и слон Ж5. Но пол Морфи остается верен себе. Играет слон Д6. И партия заканчивается после слона Д4. ЦД. Ферзь Д6. Ладья Ф7. Так как выясняется, что в случае отступления короля на 8, например, на поле Е8, черный король забирает ладью белых на Ф7. Но белый ферзь забирает две ладьи черных. Ферзь Б8. Ферзь А8. И ферзь А8. Если же черные отступают королем на Е6, то следует симпатичный мат. Ферзь Б3. Ферзь Д5. Ферзь Б5. Переходим к третьему примеру нашей подборки. Какая подборка партии Пола Морфи безызвестной на весь мир оперной партии? Которая была сыграна в 1858 году в опере. В известной парижской опере между Полом Морфи и двумя любителями оперы и шахмат. Герцогом Карлом Брауншвегским и французским аристократом графом Изуаром. Герцог, который имел частную ложу в опере и был любителем шахмат и оперы, часто приглашал Морфи в свою ложу, чтобы насладиться оперой и игрой. И вот эту позицию, которую вы видите на доске, можно встретить во всех учебниках шахматной игры. Ход белых. Пол Морфи пользуется недоразвитостью черных. Тем, что король застрял в центре, а фигуры белых уже заняли боевые места и наносит удар. Ладья бьет d7. Смотрите, как связывают слоны белых позицию черных. Приходится бить на d7 ладьей. Тогда в бой включается еще одна единица. Последняя фигура белых, которая не участвовала в атаке. Неприятно. Грозит слон бьет d7. Черные пытаются как-то развязаться. Ферзь e6. На что следует слон бьет d7. Конь бьет d7. И внимание, вишенка на торте. Позиция, попавшая во все справочники. Ход. Ферзь b8 шаг. Вновь Пол Морфи жертвует ферзя, чтобы добраться до короля соперника. Конь бьет b8. Ладья d8 мат. Очередная красивая победа Пола Морфи. И мы идем дальше. Пол Морфи много гастролировал, давал многочисленные сеансы одновременной игры, в том числе и вслепую. И заявлял, что готов дать пору, пешку и ход любому шахматисту мира. Перемещаемся в Новый Орлеан, 1858 год, где Пол Морфи дает сеанс одновременной игры. Безусловно, Пол Морфи оказал влияние и на развитие дебютной теории, а именно на такие дебюты, вернее гамбиты, как королевский гамбит, гамбит Эванса. И вот смотрим на одну позицию, которая возникла из защиты двух коней. Тем не менее, вы можете встретить подобные идеи во всех дебютных справочниках, особенно в справочниках для начинающих, где в защите двух коней отмечается возможность следующей жертвы за белых. Ход белых и следует конь бьет Ф7. Король бьет Ф7, ферзь Ф3. Позиция чуть видоизменена. Она получилась из несколько другого варианта. Слон уже на Е7 у черных, но зато и пешки на Е5 нет. Она открыла дорогу ладье. И сейчас черные пытаются защитить коня на Д5. Ходит король Е6. На что следует тематическая, еще одна тематическая жертва. Конь С3. Белые развивают коня под удар пешки. Вроде бы нас учили, что так делать нельзя. Но опять же, опять же, безопасность короля. Открытие линии ради того, чтобы добраться до короля соперника? Пол Морфий, как никто в его время, чувствовал инициативу и чувствовал такой показатель шахматной игры, как время. Время гораздо важнее в своих партиях Пол Морфий это раз за разом доказывал, чем одна, две или три фигуры. Пусть даже речь о ферзе. Ну а когда мы говорим о жертве коня, это совсем кажется неважным. Ведь сейчас ладья Е1, шаг следует. Приходится перекрываться конем. Слон Ф4, нападая на коня. Очень красиво расположены фигуры. Слон Ф6. Слон Е5. Слон Е5. Ладья бьет Е5. Еще одна жертва. Но это уже нас не удивляет. Ладья Е1. На Д6 уходить нельзя, потому что последует ферзь Д5 мат. Король Д4. Бежит король черных в самый центр. Редко сейчас можно увидеть позиции с королем на Д4 в современных шахматах. Слон бьет Д5. На ферзь бьет Д5. Последует мат. Ферзь С3. Ладья Е8. Играют черные. Но фигуры белых не дают черному королю скрыться. Здесь следует точное Б4. С тем, чтобы не дать черному королю уйти на Д6. Что могло бы последовать, например, на ферзь С4 шах. После король Д6. Мата уже не видать. А после Б4 ход король Д6 пусть и возможен. Но белые заканчивают партию матом. Слон Ф3. А после король Б4 вариантов заматовать короля соперника достаточно. Ферзь Д4. Король А5. И соперник Морфис дается. Так как после ферзь бьет С3 шах. Король А4. Ферзь Б3. Король А5. Ферзь А3 шах. Король Б5. Ладья Б1. Мат. На доске мат. И вновь очень хорошо действуют фигуры белых. Все три фигуры в атаке. В то время как вот эти четыре зрителя лишь наблюдают, как матуют их генерала. Еще одна запоминающаяся победа Морфи. И идем дальше. К сожалению, Пол Морфи достаточно рано ушел от активных занятий шахматами. Как жаль, что мы не стали свидетелями матча на первенство мира Пол Морфи Вильгельм Стенниц. Пятым примером в этом видео станет партия Пола Морфи, сыгранная им в 1858 году в Лондоне против Генри Берта. Ход черных. Как играть? Если вы помните первый пример, где Пол Морфи разрушил прикрытие короля белых ходом ферзь бьет Ф3, то эта позиция чем-то напоминает идеи той атаки. Вновь стремление добраться до короля соперника. Отмечу, что ходом ранее в этой партии черные сыграли ладья бьет Ф2. Чтобы вскрыть третью горизонталь, открыть дорогу ферзю, и здесь следует ферзь А3. Идея проста. После БА слон бьет А3 мат. Белым приходится защищаться ходом С3. На что следует ферзь бьет А2, Б4, ферзь А1 шах, король С2, ферзь А4. Возможно, здесь более упорным ходом за белых был ход король С1. Все-таки черные ведут атаку без ладьи. Но тогда после слона Ф5 не так просто белым защищаться. Например, если попытаться заблокировать пешку Е, то может где-то последовать слон Б4, СБ ладья Б4. И наверняка современный компьютер покажет оценку 0-0-0. Но соперник Пола Морфи вряд ли бы смог защититься. А в партии последовала решающая ошибка. Ход короля. СБ ладья Б4, ферзь Б4, ферзь Б4. И огромная разница с тем вариантом, что мы посмотрели несколько минутами ранее, что здесь после хода король С2 черные могут пойти Е3, открыть дорогу своему слону. Все-таки очень слаб король белых. Слон бьет Е3 слоны в 5 шах. И выясняется, что, например, на слон Д3 последует ферзь С4, пользуясь вот этой неприятной связкой. Теряется белопольный слон, а король белых находится под перманентной атакой. В партии последовала ладья Д3, но это не меняет оценку позиции. Ферзь С4 шах, король Д2, ферзь А2. И после отступления короля на Д1 и шаха на Б1 белые сдались, потому что теряется либо ладья H1, либо ладья на Д3 с большим решающим материальным перевесом. Мы познакомились с вами с пятью яркими примерами из творчества гениального американского шахматиста Пола Морфи. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк и, конечно, оставить комментарий. Какая из партий Пола Морфи оказала на вас самое неизгладимое впечатление? Жду комментариев от вас. До скорых встреч! С вами была 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк.